Так, включил запись на фотоаппарате. Теперь знаете что, я сейчас, прежде всего, был очень короткий разговор, и вы сказали, вы с Атарханской области. Я взял и набрал фото природы Атарханской области. Включил, вы увидите потом. А кто-то увидит вот прямо сразу. И что я вижу? Сплошная вода, 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 вода. Где же у вас стоит? Вот. И раз много воды, значит, где-то близко грунтовой воды. Я угадал? Грунтовой воды, да, близко. Теперь так, давайте, теперь это полный экспромт. Мы не знакомы, сейчас будем знакомиться. Значит, начну я говорить. Дело в том, что моя манера записывать, потому что вы не один в Астархане живете, в Астарханской области раз. Неудачи не только у вас два. Получается, есть схожие регионы три. Я начну. Вы меня зацепили двумя фразами. Первая. Вы безработный. Сможет ли садоводство вас содержать, прокормить и так далее. Вот. Это одна была фраза, и вторая фраза Астарханская область и близко к грунтовой воды. Вот. Вначале мой опыт, он в какой-то степени уникален. Иначе в Сибири не было бы у меня лучшего сада российского. Так, прошу прощения. Я сейчас отвечу на телефонный звонок. Это очень важно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо? Так. Продолжаем. Значит, второе понятно. Итак, мой уникальный опыт. Значит, я оказался в своё время в таком же положении, как вы сейчас. Значит, процветающий сад. Десятки тонн отборнейших яблок. Всё это в сотнях этих фильмов, всё это в тысячах фотографий. Не обманы, не преувеличения, потому что это преувеличить невозможно. Так, потом, значит, перед этим что было? Почти нищета. В связи с чем связано? 51 год я уволился от завода. Ведущий инженер. 13 тысяч зарплата. В 2001 году я увольняюсь, даю 3 зарплаты, 3 по 13 тысяч, выходное пособие. 30 тысяч добавляю накопленных денег. Что такое? Сейчас. Всё, буду просто отключать телефон. Иначе мы так не доберёмся до истины. 51 год я свободен. Что я делаю? Я устраиваюсь в два детских садика работать, там полставки 3 тысячи, там полставки 3 тысячи. И покупаю АКУ. На больше денег не было, ни разу в жизни не взял рубля в долг, чтобы купить хотя бы жигуля. И беру, это разговор серьёзный, беру, еду в тайгу, багажник хоть маленький, но есть, выкапываю 10-20 сибирок из тайги, с комьями земли, привожу, сажаю, привожу, сажаю, ещё раз говорю, живу на пенсии и на 6 тысяч зарплата. Зарплата. Ну, на хлеб. Вот, да, на хлеб есть. Значит, сажаю, несколько десятков ещё, 500 яблонь посадил, у меня было уже это, ну, в общем, что с них получилось? 500 привил, 500, ну, может быть, кроме нескольких 500, получил саженцев яблоневых. У меня есть диск номер 5, я показывал, это как бы учебный диск, там это всё есть. И тогда я продал по 500 рублей сразу четверть миллиона. То есть весной зарплата 13 тысяч ведущего инженера. Завод платил, такую нищету развёл, было дело. Вот. А осенью у меня уже было четверть миллиона, продержался и так далее. Далее у меня уже начал плодоносить мой промышленный сад, это более полутора тысяч, только яблонь. Он заплодоносил десятки тонн продукции. Автомобиль подружился с этого, с Иркутской области, автомобиль грузовой с Тувы, автомобиль грузовой с Кемерово, и автомобиль грузовой с севера, ну, короче, с севера. Типа Енисейска. Вот. Всё, можно было жить. Заработал первые 100 тысяч на продаже фруктов. Приехали на следующий год мотоциклисты. Ну, первый нормальный урожай мотоциклисты. Вот. Четыре человека на двух мотоциклах, закрытых шлёпок, сожгли сад. Вот. Ладно. Я... Надо было подниматься. Уже на следующий год, это опыт, у меня сад сгоревший покрылся десятками тысяч вылезших из земли корневых отводков. Вот. Прибивается ко мне красноярец, поссорился с женой. Но толковый, не грамотный, а трудолюбивый, невероятно, парень Юрий. Вот. Мы с ним на этом острове, где сгоревший сад, делаем 600 прививок. Прямо, не выкапывая саженцы. Почеркиваю, в этот раз не выкапывая. Получаем 500. Прекрасно пошли такие же яблони. Вот. И уже половину продали этой же весной. То есть, только наклюнулись и по 500 рублей пошли. И еще мы заработали на двоих 500 на 500 четверть миллионов. Причем не осенью, когда они уже выросли. А авторитет и слава была такая. Меня снимало телевидение несколько десятков раз. Ну, наши, сибирские. Вот. И тогда получилось так, что и было ему чем прокормиться. Я сразу начал делить деньги пополам. Не то, что ему там, это, крохи. А просто пополам. И мы заработали на двоих четверть миллиона. Вот. Сразу. То есть, этой весной привили. Через месяц продали. Наклюнувшиеся. Фотографии есть. Все это. Вот еще такой опыт. Теперь я перехожу к Астраханской области. Итак. Я там был три дня. Больше не выдержал. Это было дикое... Это... Дикое море. Дикое, как оно называется. Насмотрелся я на... Как ведут себя местные и прочее. Через три дня пришлось... Ну, местные, не русские. Через три дня пришлось оттуда убегать. Почти убегать. Но я запомнил дичайшую жару, невероятнейшую. А теперь... А у нас Сибирь. Теплее. Вы знаете, что у нас Сибирь жарче, чем европейская Россия. У нас жары больше. Почему у нас... Это же учеба фактически получается. Почему у нас за короткое лето умудряется большинство видов выжить? Причины две. Первая. Дикая жара. Не дикая, но чаще всего жара предельная. В Сибири еще раз лето жарче. Значит, созревание успевает, хватает этих месяцев сибирских. Первая причина. А вторая это прививки на местные подвое. Вот. Сибирские подвои, значит, позволяют сокращать время вегетации. Скажем так. Теперь, после этих вступлений, я скажу следующее. Значит, было три фильма снято. Один с Ленинградцем, второй с Пскова, третий забыл. С Уральцем. Во всех трех случаях и так и сбылось. Я сказал, хотите заработать? Я не напрашивался, они напрашивались. Хотите заработать? Весной. А в Ленинградской области метр до воды? До подземной. То есть, какой-то в черту сад. Весной садите, осенью выкапывайте и на продажу. А там рядом мегаполизы. А там рядом финны продают по 8 тысяч саженцев. Причем саженцы, когда я их увидел. Мне хотелось плакать. Они их, предправа, искалечат, чтобы они выше были. Ой, ладно, не буду. Бедные финны. Так вот. Бедные ленинградцы, которые это покупают. А здесь предложение такое. Я говорю, так и было. Все покупают тысячу косточек и осенью собираются несколько сотен уже продать. А ведь там-то нет же абрикосов. Теперь начинаю я вас пытать. Как у вас дела с абрикосами? Я имею в виду не привозные, их там на рынках море. Тысяча, если не миллионы. А в садах что с абрикосами делается? Колитесь. Те, которые выращивают абрикосы, дливы. Абрикосов, сливы много, но деревья живут недолго. Их приходится постоянно обновлять. Вы то же самое говорите, как Курдюмов, который рядом же с вами, Краснодарский край. То же самое говорите. Ни черта не живут. Но там я причину одну назвал. Бесконечное калечение деревьев с целью такой, 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 а они же это. Сразу болеть начинают. Вот, вот эта обрезка мешает всему. Так, ну, я слышу золотые слова. И с каких пор вы узнали, что обрезка мешает всему? Два дня назад, с тех пор, как посмотрел ваше фильмы. Два дня назад. Боже мой. Так. Да я думал, почему у меня ничего не получается никогда. Понятно. Ну, это одна из причин. Давайте так, ближе к делу. Значит, если вы начнете, первое, надо бы желательно, чтобы вы заработали первый же сезон. Ну, раз других источников нет. Так. Вот. Второе. Закладка матовщего сада параллельна этому, чтобы не один сезон заработать, а через 3-4 года полностью стать самостоятельным и зависеть от железного. Итак, повторяю, допустим, ну, 100 косточек абрикоса, это только ради матовщего сада. Но тысяча, уже можно часть пускать на продажу. И я именно для вашего, начнем с абрикосов, вот, для вашего варианта, для, именно, для вашей Астраханской области, где и зимы-то толковой нет, и где еще и лето сильно жаркое, еще наверняка...